Славься Бог Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В истории нашей Церкви всегда особое значение имело почитание мощей святых угодников Божиих. Какие характерные особенности имеет почитание святых мощей в XXI веке? Об этом мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. Принять участие в нашей программе любезно согласился наместник Свято-Ильинского мужского монастыря города Одессы, архимандрит Виктор Быков. Добрый день, отец Виктор! Добрый день, батюшка! Отец Виктор, собрание святых мощей, которые находятся в вашем монастыре, многими считается одним из крупнейших в Русской Православной Церкви. Если это не секрет, поделитесь, пожалуйста, как вам удалось их собрать в таком необыкновенном количестве? Я думаю, что это не моя заслуга, а святые сами приходят на то место, где будет им возноситься достойное почитание. В нашей обители практически ежедневно совершаются полиэлейные богослужения тем или иным святым, в частности, чьи мощи почивают или частицы мощей в нашей обители. Это немалое количество, но я думаю, здесь немного преувеличено, не самое большое в Русской Православной Церкви, но и не самое, думаю, маленькое. А если быть более точным, вы можете указать какое-то число? Ну, я немножко могу сбиться, потому что как таковы мы не ведем подсчет, но я думаю, что общее число доходит до трех тысяч частиц различных мощей. Это действительно впечатляет. Насколько мне известно, мощи некоторых святых, древних православных, были лично вами привезены из Западной Европы. Скажите, как это происходило? К сожалению, на Западе на сегодняшний момент так называемые институты монашества, так называются в католической церкви монастыри, многие из них закрываются. Я по своей любви к святыне множество раз был в Европе, посещал монастыри, ознакомился с аббатами монастырей. И часто такое было, что когда монастыри закрывались, я приезжал туда, и мне передавались на хранение эти святыни, которые сегодняшний день хранятся в нашей обители. И, конечно же, это в первую очередь общецерковные святые до разделения церкви. Очень часто имена этих святых многие из наших прихожан и многие из вообще просто православных христиан давным-давно забыли. И помимо того, что мы привозим эти святыни в наш город, мы ищем еще и жизнеописание этих угодников Божьих, иконографическое изображение, издаем небольшие брошюры, где описывается жизнь, труды, подвиги, мучения, издаем иконочки, составляем даже богослужебные тексты, и тем самым возвращаем святым угодникам Божьим достойно почитания их имени и подвига. Да, это очень интересная картина, как все это происходит. Отец Виктор, насколько я мог заметить, в русской церкви и в греческой церкви, я бы сказал, совершенно разное отношение к нетленности святых мощей. Как вы считаете, почему это происходит? На самом деле, как таковой критерий нетленности мощей во всей полноте церкви не существует. Я думаю, что это, скорее всего, личные какие-то домыслы некоторых пастырей, может быть, даже архипастырей. В Греции вообще существует таковая традиция, как, в частности, на Святой Афонской горе и в деревнях по прошествии нескольких лет выкапывать останки родственников и братьев монастыря, и уже по цвету костей определяется его степень подвига на земле. Если светло-янтарного цвета, то это непременное свидетельство того, что человек угодил Богу своей жизнью. Это, часть всего, конечно же, бывает в монастырях Святой Афонской горы. Если кости черного цвета, останки снова закапываются в землю, и братья просят у Бога прощения грехов их собрата. После прошествия трех лет останки снова выкапываются. Если они посветлели, это свидетельство о том, что братья вымолили своего собрата, и он сегодня находится в небесных селениях. Как таковое нетление мощей, о которых считают многие, что если мощь, они должны быть обязательно нетленные полностью, оно не свидетельствует о подвиге, который человек пронес своей жизнью. Свидетельство о подвиге в первую очередь и о избранничестве Господа — множество милостей и чудес, которые източает угодник Божий. Не будет чудес, если человек не откроет свое сердце святому, когда будет просить у него помощи. С проникновенностью, если обратиться к угоднику Божию, то обязательно ты получишь от него помощь. Церковь говорит нам о том, что на том месте, на котором почивают мощи угодника Божия или часть его мощей, святой невидимо пребывает на этом месте духом. Святитель Григорий Низкий говорит, что человек, хранящий мощи, заключает святого в свои объятия, живого святого. И все эти учения подтверждаются многочисленной благодатной помощью. В первую очередь, святой должен помогать человеку достигнуть Царствия Божия, стать на путь исправления. Это самое главное и первое чудо, которое должно произойти в жизни человека. Конечно, многие приходят к церкови, приходят к Богу после того, как, помолившись, они получают исцеление от гнетущего их недуга. Мне очень нравятся письма святителя Иоанна Златоуста к своей духовной дочери Олимпиаде, в котором он пишет, называя Бога самым искуснейшим художником, который имеет обыкновение в самый разгар бушующей бури протянуть руку помощи. Для чего это Бог делает? Для того, чтобы утвердить нас в стойкости перед Ним. И вот, когда ты молишься перед мощами угодника Божия, получаешь исцеление, это свидетельствует о том, что святой предстоит пред престолом Божиим и не забывает о тех, кто остался там на земле, кто почитает, обращается к нему и относится к каждому с равным уважением и любовью. Отец Виктор, сейчас очень многих волнует вопрос, который я озвучу. Каковы критерии аутентичности таких религий, как, например, часть гвоздя, которым тело Христово было прибито к кресту, или шип из тернового венца? Как мы можем подтвердить подлинность этих святынь? Недавно мне в руки попался удивительный труд одного из французских профессоров, который подъял на себя подвиг изучить все самые известные части животворящего древа Креста Господня. Мне, как человеку, часто сталкивающемуся со святынями и с людьми, интересующимися, и которые противостоят почитанию святы, очень часто приходится слышать такие слова. Если собрать все частицы животворящего древа на земле, то можно построить новых ковчег. Это глупость. Этот человек создал точные пропорции животворящего древа, исследовал по всем монастырям, где хранятся самые известные большие части животворящего древа, и после этого исследования он сделал вывод, что он собрал лишь только третью часть Креста Господня. Крест был огромных размеров, неподъемный, на нем он должен был удержать в первую очередь тело человека. Это может уже говорить о его масштабах. Критерии — это, конечно, наша вера в первую очередь. Множество святынь, которые попадались ко мне в руки, проходили через мои руки, они имели соответствующие сертификаты подлинности. Некоторые из них — это документы и XV века, и XVI, большую часть — XVIII, которые скреплены печатями епископов, скреплены печатями папскими также. Но каждый человек должен всегда помнить, к любой святыне, к которой он подходит, он должен подходить к ней с великой верой и надеждой. Если человек имеет в своем сердце сомнения в подлинности святыни или в ее происхождении, я думаю, что Господь не ответит на эту молитву, потому что мы знаем из земной жизни Господа и из множества жизнеугодников Божьих, когда человек доверял свою жизнь Богу, Господь прямо спрашивал, веруешь ли ты? Он отвечал, что верит, и Господь подавал ему просимое. Господь часто не всегда исполняет наши просьбы, потому что они не всегда бывают нужными и правильными для нас. Господь зрит в сердце человека. И когда человек молится и просит о воле Божией, он в первую очередь перед этим должен попросить, чтобы Господь помог ему принять его волю. Святые угодники Божии, они всегда рядом с нами. Это часто бывают и наши соотечественники, наши родственники, которые, конечно, по своей такой чистой любви, которую заповедовал Христос, не оставят нас без помощи. Потому что, когда мы освящаем икону, в молитве священник называет святого, призывая его имя, и чтобы благодать его присутствовала на этой иконе, он называет его другом Божиим. Друзья нас никогда не оставляют. Да, это истинно. Отец Виктор, теперь вопрос, который интересует лично меня, и довольно давно. Вот в своей жизни я не раз совершал паломничество за тысячи километров, скажем, в Дивеево, чтобы поклониться мощам одному святому Серафиму Саровскому. Если ехал, скажем, в Задонский монастырь, там мощь одного святого Тихона Задонского. А если так много мощей, собранные в одном месте, не происходит ли их обесценивание? Ну, обесценивание происходит не мощей. Обесценивание, наверное, скорее всего, происходит наших сердец, которые истощаются верой. Есть прекрасная традиция на Святой Афонской горе для хранящихся в этой обители мощей, да и во всем Западе такая традиция существует, устраиваются определенные храмы. Маленькие часовинки, в которых все эти мощевики хранятся, где братья выжигают лампады, воскуривают фемиан. И в день праздника эти мощи износятся для общего поклонения на середину храма. Вы знаете, я уже больше 15 лет рядом со святынями, рядом с мощами угодников божьих, и каждый день я захожу в часовню, в которой при моих покоях находится, где хранятся все эти мощи, с особой радостью, с особым благовением. Я возношу там свои келейные молитвы, и как-то особое чувство, такое умиротворение поселяется в моем сердце, в моей душе. Все начинается, в первую очередь, вы сами, батюшка, знаете, с головы и сердца человека. Как он сам к этому относится. Да, с этим невозможно поспорить. А имеются ли какие-то достоверные свидетельства о чудесах, которые бы происходили от святых мощей в вашем монастыре? В нашем монастыре очень часто перед мощами нашего игумена, преподобного Гаврила, происходят чудеса. И в первую очередь, люди, одержимые нечистым духом, освобождаются от одержимости. Происходит исцеление от различных заболеваний. Однажды, когда мне Господь послал часть мощей святителя Николая в Венеции, они были завернуты в определенный плат, чтобы облегчить прохождение всех формальностей таможенных. И вот этот платочек, он у меня долг, просто лежал на угольничке перед святыми иконами. Ко мне пришла одна знакомая, брать благословение, оперировать у нее был рак груди, и грудь нужно было удалять. Я дал ей этот платочек, говорю, ты не спеши с операцией, приложи вот этот платочек к больному месту. Она пришла ровно на следующий день сказать о том, что она получила полное исцеление от своего недуга. Таких исцелений огромное количество, и у нас есть несколько таких очень серьезных письменных подтверждений исцелений. В день торжества православия из моей резницы выносятся все мощевики, которые хранятся. Мы провозглашаем анафему безбожникам, отступникам, воспеваем многое лето и молимся о спасении верных чад церкви, и радуемся тому, что Господь явил нам огромный сон святых, которые, пребывая здесь с нами телом и духом, прославляют Бога на небесах и являются такой некой связующим звеном между нами и самим Христом. А теперь вопрос к вам как к эксперту по святым мощам. Отец Виктор, скажите, а есть ли какая-то принципиальная разница между мощами древних святых, те, которые известны, были святостью уже при жизни, которые прославлены еще в древней церкви, и мощами новых святых, скажем, новомучеников и исповедников российских? Подвиг служения Христу он всегда один. И цена чаще всего мучеников одна и та же – это жизнь, которую дал им Бог. Преподобных и многих и других святых церковь именуют бескровными мучениками, ибо они своим подвигом отказались от множества всяких различных грехов в своей жизни ради Бога. И разделять подвиг и ценности, я думаю, что здесь не стоит. Как и святые первых веков стоят пред престолом Славы Божией, так и святые наши соотечественники, наши современники, они также стоят пред Богом, они исповедуют того же живого Христа, они приносят ту же цену, которую принесли первые мученики. Вспомним, наверное, одного из самых первых, кто вошел в Царствие Божие вместе со Христом, это разбойник, благоразумный, как его именует церковь, который одним словом покаяния очистил всю свою жизнь и является для нас примером всепрощающей любви Христовой. Да, но вместе с тем сказать, что это именно святой угодник Божий, наверное, все-таки не совсем это будет соответствовать действительности. То, что он вошел в рай, это факт, а вот можно ли его ставить наряду со святыми угодившими Богу в течение жизни, которые подвязались ради Бога? Мы знаем сотни примеров таковых, когда люди одним лишь только... А святой мученик Бонифати, да? Да. Вспомним, как Аглаида послала его, чтобы привезти мощи из Рима мучеников, чтобы они стали покровители ее рода. А мученик Бонифати, увидев ту стойкость веры, он сам претерпел страдания и уже приехал к своей хозяйке сам мощами. Традиция таковая, вот она как с первых веков, она соблюдается до сегодняшнего дня в церкви. Многие великоименитые князья и великоименитые семьи, они выкупали мощи, искали возможность приобрести мощи, чтобы тот святой стал небесным покровителем, как они именовали патроном их рода, патроном города. Многие войны были даже совершены ради святынь, и мы вспомним историю тернового венца спасителя, мы вспомним, как святая равнопостная царица Елена обретала святыни Господни в Иерусалиме, как крестоносцы беспощадно вывозили все на запад, где это хранилось, как монахи благочестиво хранили во времена иконоборчества, которое распространялось также и на мощи угодников Божьих, благочестиво хранили эти святыни. Вспомним, сколько раз была прятана глава святого пророка предтечи крестителя Господня Иоанна, и множество-множество таковых свидетельств. И меня очень часто спрашивают, вот я еще являюсь членом комиссии по канонизации святых Украинской Православной Церкви, батюшка, а как вот вы можете определить, святой человек или нет? Я говорю, вы знаете, я очень тщательно стараюсь изучить жизнь святого. Святой сам подсказывает твоему сердцу. И мне очень часто больно, когда мы рассматриваем то или иное жизнеописание человека, представляемое на канонизацию, когда по каким-либо критериям, по каким-либо канонам человек не проходит, чтобы церковь именовала его святым. И я с такой как-то болью сердечно думаю, Господи, вот так призовешь ты меня на страшный суд встречи с ясугодником твоим, и как я посмотрю ему в глаза, что я вот взял на себя смелость решить, святое он или не святое. Я всегда стараюсь молиться в этот момент, и Господь всегда, как правило, кладет то, какое решение нужно принять. А вот такой вопрос, который, может быть, вам не так часто задавали. Мощи некоторых святых, причем весьма почитаемых в церкви, таких как Иоанн Кронштадтский и Блаженная Ксения Петербургская, они находятся под спудом, и, скорее всего, по крайней мере, очень вероятно, что они там так и останутся. Как вы думаете, почему так произошло? Чаще всего святые некоторые сами завещали, чтобы их гробницы не были вскрыты. Блаженная Ксения Петербургская, святой правильный Иоанн Кронштадтский, они жили уже на рубеже, близкому к безбожному времени. Должно пройти определенное количество лет после смерти, когда можно поднимать вопрос о святости человека. По тем или иным причинам многие святые, которые сегодня уже признаны церковью таковыми, они лежат под спудом. Во времена безбожных гонений очень часто могилы осквернялись. Я думаю, здесь церковь проявляет некую экономию по отношению к верующим, доверительным сердцам своих чад и сохраняет все так, как было после смерти святого, чаще всего исполняя его завет. Но святыня от этого и места захоронения не умаляется, и чудеса точно так же происходят по молитвам у места захоронения святых. Мы часто встречаем также и место мученической кончины, место, где зажигались угодники Божии сотнями, полигоны, где они закапывались вместе с людьми, которые часто не имели к церкви никакого отношения. Но мы молимся на этих местах и получаем благодатную помощь угодников Божьих, что свидетельствует о том, что они всегда все-таки рядом с нами. — Да, это совершенно истинно. Отец Виктор, такой вопрос. Вполне возможно, что у некоторых, по крайней мере, из наших телезрителей, дома могут храниться мощи святых угодников Божьих. Напомните, пожалуйста, каковы правила хранения святых мощей в доме у христианина? — Вы знаете, мое личное отношение к этому немножко, может быть, даже негативное. Как бы человек благочестиво не жил, но все-таки это семья, и не всегда в доме бывают люди, которым нужно быть. Конечно же, хорошо, если у вас в доме есть отдельная молитвенная комната, где постоянно горит лампада, где вся семья, боголюбивая чета, совершает утреннее молитвенное правило, вечернее молитвенное правило, каждый, может быть, какие-то свои молитвословия возносит Богу. Тут никаких, конечно, вопросов нет. Но когда мощи хранятся в одной комнате с телевизором, часто эта комната используется как столовая, и не всегда за благоприятными трапезами. Я считаю, что в таком случае лучше мощи в доме не хранить, потому что на самом деле это великая ответственность. Напомню то же самое учение Церкви о том, что на том месте, где почивают мощь, святой невидимо пребывает духом. Я думаю, что не всегда святому будет приятно лицезреть то, что происходит. Многие духовники благословляют носить нательные крестики с частицей мощей годников божих. К этому точно так же нужно относиться с огромной ответственностью и осторожностью. Никогда нельзя мыться в этом крестике. Женщинам по физиологическим свойствам не всегда можно прикасаться к святыням. Лучше это должно быть в храме, ну или же опять вставлено в иконке в отдельном молитвенном месте в вашем доме. С благоговением всегда нужно относиться, нужно читать какую-то хотя бы кратенькую молитву, обращаться к святому, прославлять его имя. Конечно, в день памяти желательно прочитать Акафист. Если человек видит, что всего вышеперечисленного он все-таки не может исполнить, я думаю, что будет правильнее отнести эти мощи в храм или отдать их своему духовнику, который найдет, как правильно ими распределиться. Да, вот я думаю, что это очень ценная рекомендация для многих наших телезрителей. Ну и последний вопрос, отец Виктор, он более личного свойства. Было бы очень интересно узнать, мощи кого из святых божьих угодников особенно дороги и благодатны именно для вас? Ну я повторюсь о том, что я вырос в городе Тамбове. На моих глазах было возвращение Второй мощей святителя Петерима. И все мое детство прошло рядом с этим угодником Божиим. Конечно, одно из самых ценных, что хранится в нашем монастыре, это часть мощей святителя Петерима и епископа Тамбовского, всей России чудотворца, в день памяти которого мы всегда совершаем все наши набдения, служим Акафист на пение. Перед этим ковчегом с частицей мощей святителя Петерима я очень часто возношу свои келейные молитвы. Помню, когда только первые годы я переехал жить в Одессу, а в Тамбове была такая практика, каждый понедельник вечером совершался Акафист на пение перед мощами святителя Петерима. И вот когда я уже вечером поздно приходил с послушанием, я становился на коленочке перед мощами святителя Петерима, читал Акафиста, я верю и надеюсь на то, что святитель Петерим все эти годы был рядом со мной и будет в дальнейшие годы моей жизни. Для меня это, он является в первую очередь и как равноапостольный подвиг, так как он является просветителем Тамбовского края, подвиг настоящего монашеского служения. Я всецело люблю этого угодника Божия. У меня в каждой комнате есть его иконочка. Так вот, Господь как-то благословил, и собрано множество архивных документов, связанных с святителем Петеримом. Есть удивительные фотопленки, слайды, которые хранились в Тамбовском краеведческом музее с прижизненных портретов святителя Петерима. Я надеюсь, что святитель Петерим поможет мне. Я когда-то все это соберу в одно целое и сдам небольшую брошюру, которая будет свидетельствовать о моей любви к своей родной земле и к угоднику Божию покровителя, святителю Петериму. А вот пользуясь случаем, раз вы так близко знакомы с житием этого угодника Божия и по архивным документам, есть ли что-то такое найдено левами, что нет в его официальном житии? Каждый человек, который что-то ищет, обязательно что-то находит. Я нашел очень маленькую, на которую, может быть, никто никогда не обратил бы строчечку в летописи Серафима Дивеевского монастыря. Факт такой, который я никогда, нигде не встречал ни в одном архиве, ни в одном из зданий жития святителя Петерима. Там рассказывается о том, как некий раб Божий, для того, чтобы получить исцеление у преподобного Серафима, в Дивеево, его мощей, надел на себя в Вериге святителя Петерима шапку, которая весила 16 пудов. Он с Тамбовской губернии пешком дошел до Дивеевской обители, получил там исцеление. И вот в знак благодарности он вернулся снова в Тамбов, одел на себя снова эту шапку и пошел снова в Дивеево, для того, чтобы поблагодарить преподобного Серафима за исцеление. И когда он подошел к Дивееву, у него лопнули глаза от тяжести вот этих Веригов. Я нигде никогда в своей жизни не встречал, что святитель Петерим, помимо всех подвигов, которые были в его жизни, это и храмостроительство, представьте, приехать в маленький-маленький городок, который обнесен татарским валом, и где на окраине одна лишь только полуразрушенная деревянная церквушка, одна книга на весь город, и вот насадить в ней православие. Он построил несколько монастырей, построил кафедральный собор. И удивительно еще и в жизни святителя Петерима то, что он, наверное, один из немногих святых, который после своей смерти за все времена безбожия не покинул место своего покоения. Даже в годы безбожные мощи святителя Петерима валялись в подвале кафедрального собора, на то время уже Краеведческого музея, и уже после тысячелетия Крещения Руси мощи святителя Петерима были торжественно переданы верующим города Тамбово. Это очень интересно, замечательное просто, я считаю, свидетельство и факт, который многим, многим нашим телезрителям имело бы смысл узнать и запомнить. Спасибо, Господи, Отец Виктор, за эту очень интересную и содержательную беседу. Позвольте вам от всего сердца пожелать дальнейших успехов вашей пастырской и административной деятельности. Спасибо, Господи, прошу молитвы. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем помощи Божией и Ангела-Хранителя. События, вспоминаемые в праздник воздвижения Честнава и Животворящего Креста Господня, напрямую связаны с этой землей. Храм Воскресения в Иерусалиме. Он построен на месте, где был обретен Крест Господень. Произошло это три столетия спустя после распятия Спасителя во время царствования Великого Константина, положившего конец гонениям на христиан. Нашла святыню его мать Елена, приехавшая в Иерусалим в 326 году для этой цели. Длинная лестница ведет вниз к престолу святой Елены и к третьему, самому нижнему уровню храма. Вот оно, место обретения. Крест Спасителя был заброшен нечистотами и мусором, и чтобы извлечь его, потребовалось вырыть большую яму. Кресту поднесли покойника, и он воскрес. После этого чуда крест стали называть Животворящим. Это отверстие точно обозначает место, где стоял крест с распятым Христом. В храме находятся святые святы христианского мира, гроб Господень, мраморная плита, обозначающая место, где покоилось мертвое тело Спасителя. Крест Христов Елены был разделен на две части, и одна из них долгое время хранилась в Константинополе. Пройдя через века и множество войн, святыня сохранилась в небольших частицах, разошедшихся по миру. С тех давних пор идет традиция воздвигать кресты на могилах, ибо крест – символ победы жизни над смертью. Субтитры создавал DimaTorzok